Всем привет! В последнее время мне поступает очень много запросов на видео, что в моей сумке. Я знаю, что это очень популярные видео на YouTube, и я сама, в принципе, люблю смотреть эти видео. По большому счету, в сумке ничего сверхъестественного или очень интересного, на мой взгляд, по крайней мере, я не ношу. Но если вам интересно посмотреть, то, пожалуйста, оставайтесь. Пару дней назад я купила новую сумку, и это, в принципе, меня и натолкнуло на то, чтобы сделать видео о том, что в ней лежит. И это вот такая вот сумка. Она довольно небольшая, и что мне очень сильно нравится, это вот такие вот золотые детали на ней, золотые цепи. Если вы до сих пор еще не знаете, то я очень люблю золото и люблю любые золотые акценты на вещах, поэтому эта сумка, конечно же, сразу привлекла мое внимание. Но также очень часто я ношу и другие свои сумки, и сейчас в моих любимчиках вот такая вот сумка, это от Стив Мэдден, ее вы уже видели, я ее не один раз, по-моему, даже показывала в своих видео. И также еще одна сумка, вот такая вот, от Энн Тейлор. Но сегодня сосредоточим внимание на вот этой вот моей сумке, она мне очень-очень нравится. И давайте же посмотрим, что, собственно, в ней внутри находится. Открывается она очень просто, тут также идет на молнию застежка, и вот так вот выглядит ее содержимое. Но давайте пройдемся по ее содержимому более конкретно. Первое, что я в ней нахожу, это два телефона. У меня два телефона, а не один, потому что один из них мой личный, второй рабочий. Поэтому мне нужно эти два телефона разграничивать, я не хочу, чтобы один и тот же телефон у меня был и по личным вопросам, и по рабочим. Поэтому вот такой вот один у меня телефон, вот такой вот второй. Дальше, конечно же, из дома я не выйду без своего кошелька. Этот кошелек я просто обожаю, это кошелек от Донны Коран Нью-Йорк. На первый взгляд, вроде ничего такого сверхъестественного, но он очень нравится мне в середине. Он выглядит вот так вот, такой яркий, очень живой, сочный. Кстати, деньги я из него достала, поэтому не думайте, что я такая бедная, и в кошельке у меня совсем нет денег. Но вот так вот он выглядит. Здесь есть также место под карточки с каждой из сторон. И посередине идет такая вот застежка на молнии для мелочи. Дальше в сумке у меня тоже находится еще одна сумка, вот в таком сложенном состоянии. Это был подарок от Эльф. Мне пришла эта сумка с каким-то из моих заказов, я уже не помню точно каким. И я ее ношу для того, чтобы ходить с ней в супермаркет. Меня начало очень сильно раздражать в последнее время покупать одноразовые кулечки, которых у меня дома уже просто, я не знаю, сколько сот. Я их все выкинула и решила, что больше покупать в супермаркетах кульки я не буду. И вот, собственно, ношу такую сумочку, которая очень-очень удобно, кстати, для этого подходит. Следующее, что я вижу в своей сумке, это, конечно же, ключи. На них я не буду останавливаться, потому что здесь ничего интересного нет. Также в моей сумке всегда есть салфетки. Это вот такие вот влажные. И пару пачек обычных сухих салфеток. Почему у меня пару пачек? Потому что я недавно болела, и салфеток мне требовалось очень-очень много. Но зачастую у меня лежит какая-то одна пачка салфеток. Дальше тоже у меня вот такой вот гель для рук. Это дезинфицирующий антибактериальный гель для рук. Я им очень часто пользуюсь в разных кафешках, ресторанах. Да и, в принципе, в любых публичных заведениях это очень классная штука. Следующую вещь мне подарил мой парень, и это вот такой вот газовый баллончик. Это Терен 4М. Я не знаю, как у вас в стране, но у нас именно с такими газовыми баллончиками ходит милиция. Он, конечно, очень ядреный, и надеюсь, что, конечно, он мне никогда не понадобится. Но все-таки лучше, чтобы такая штука была, чем ее не было, если она вдруг понадобится. И последняя вещь, которая у меня лежит в главном отделении сумки, это вот такой вот стик. Это Тайт Ту Го. Это вот такой вот стик, которым можно вывести какие-то пятна. Я очень часто бываю в каких-то заведениях, где я могу там пить или есть, и совсем не исключено, что на какую-то свою любимую вещь я могу поставить пятно. И вот эта штука очень быстро выводит пятна, и я действительно спасала не только свои вещи, но также вещи своих друзей, своих знакомых. Выглядит эта штука вот таким вот обычным маркером, но сам этот маркер пластмассовый, то есть не сам маркер выводит пятна. Это просто вот такой вот дозатор, то есть когда вы его прожимаете, то выливается жидкость, которая, собственно, и выводит пятна. И в маленьком кармашке на замочке у меня лежат в основном все мои бьюти-продукты, скажем так. Первое, что там есть, это зеркальце. Зеркальце самое обычное. Дальше у меня здесь также находится бальзам для губ. Это бальзам для губ от Lush, который называется Whip Stick. Очень хорошо он облажняет губы, и также классно пахнет шоколадом. Зачастую я с собой не беру ту же помаду, которой я пользовалась с утра, когда делала макияж. У меня просто в сумке всегда лежит несколько вариантов на все случаи жизни. Например, в данный момент у меня находится здесь вот такой вот блеск. Это блеск Lip Fusion Infantuation. Оттенок это Lollipop. Он вот такой вот яркий, и он действительно также ярко выглядит на губах. У него такое очень сладкое мятное ощущение. Ну, в общем-то, блеск отличный, поэтому я его ношу с собой, и очень часто мне нравится наносить его на губы. Дальше также в сумке сейчас у меня лежит вот такая вот помада от Dior. Это, кстати, подарок от одной из моих подписчиц, за что ей огромное спасибо. Дело в том, что помады Dior это для меня самые идеальные помады, которые только существуют. Я обожаю формулировку этих помад. Они очень приятные на губах, очень увлажняющие, и в то же время очень стойкие. В данный момент у меня помада в оттенке 536. Это тоже очень такая яркая помада. Но они, в принципе, довольно прозрачные, поэтому это скорее такой более розовый вариант, чем какой-то такой ярко-кораллово-красный. И последнее, что у меня для губ находится в сумке, это вот такой вот Lip Stain on the Balm. Оттенок это Beauty Queen. Почему он лежит в сумке? Потому что он очень маленький, очень компактный. И если вдруг мне нужно нанести помаду, и я буду знать, что мне нужен какой-то оттенок на губах, но у меня не будет возможности ее поправлять через каждые, там, я не знаю, полчаса, то, конечно же, я наношу вот такой вот Stain. Не самая моя любимая штука, потому что она все-таки сушит губы, но в некоторых случаях очень хорошо выручает. Дальше тоже в том же кармашке я ношу пластыри, потому что я постоянно натираю ноги, и без них просто никуда не деться. И самая последняя вещь, которая у меня в сумке, даже три вещи, это вот такие вот пробники духов. У меня тоже всегда лежат какие-то пробники духов. В принципе, для меня не особо важно, какие именно пробники ложить, потому что какие у меня на то время есть, такие, собственно, там и лежат. В данном случае у меня это Ralph Lauren Romance, Donna Karan New York Women и Emilio Pucci Aqua 330. Кстати, Emilio Pucci Aqua 330 для меня это копия Donna Karan New York Be Delicious. Be Delicious это вообще мой самый любимый парфюм во всем мире, и я очень рада, что у меня есть вот такая миниатюрка, которая практически полностью его повторяет. Ну вот и все, вы посмотрели, что я ношу с собой в сумке. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Возможно, это даже вам помогло больше составить впечатление обо мне. В любом случае, мне понравилось снимать это видео для вас, поэтому, если вам понравилось его смотреть, то не забудьте ему поставить палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, и я надеюсь, что я увижу вас в следующих своих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok